Не стыдно тебе было ходить, потому что с необмылим, а? Так я живу в госпитале. Вот теперь лучше нового стал. Носи, солдат. Ура, литерату! Ура! Ура, литерату! Ура! Ура, литерату! Ура! Почетное место! Высокий, крепкий красавец с обаятельной улыбкой, впервые появился на киноэкране в фильме Марлена Хуциева «Был месяц май», где сыграл роль молодого лейтенанта Николаева. И сразу успех. И сразу слава. И приглашение от режиссеров сняться в их фильмах. Но как зачастую бывает повторить успех звездной роли, актеру Александру Аржеловскому на протяжении всей своей карьеры так и не удалось. Александр Аржеловский родился 14 сентября 1948 года в городе Тюмени, в тихом, зеленом микрорайоне Мыс, на северо-восточной окраине города. С детства посещал драм-кружок во дворце пионеров. Но его друзья и одноклассники даже и не думали, что Саша будет актером. Все считали, что он в будущем военный, высокий, фигура спортивная, голос сильный, командирский. Тем не менее, после школы Александр отправился в Москву и с первого раза поступил в ГИТИС. После окончания института был приглашен режиссером Марленом Хуциевым на роль лейтенанта Николаева в картину «Был месяц май». Правда, поначалу в главной роли режиссер видел артиста другого типа и не сразу заметил в Аржеловском его истинный потенциал. Постепенно присмотревшись к молодому начинающему актеру, он понял, что именно таким и должен быть в его картине «Юный лейтенант», прошедший славный боевой путь дорогами войны, сильный физически и подкупающий какой-то детской чистотой эмоций, искренностью. Впоследствии Хуциев считал эту картину одной из самых своих любимых, а роль Николаева была одна из самых любимых им ролей. После успешного боевого крещения приглашения сниматься посыпались на Александра в большом количестве, по несколько фильмов в год. Очень много ролей были сыграны актером, где его героями были люди военной форме, но эти роли уже были не такими яркими и вспоминающимися, как его самая первая работа. Помимо кино, он играл на сценах Кировского и Воронежского драмтеатров, а в 1981 актер пополнил труппу только что открывшегося Минского театра-студии киноактера. Театр в то время возглавил и великий белорусский режиссер Борис Лауценко. Современная драматургия, представленная в репертуаре Минского театра, быстро нашла успех у зрителей и критиков. А для Александра работа с таким режиссером помогала набраться опыта и мастерства. Кроме успешного выступления на сценах театра, актер много снимался в кино. Но в кризисные для страны 90-е годы актер снимался в кино и выходил на сцену театра. Но это уже был период малокартинья, когда и театры редко посещали. Столкнувшись с безденежьем, он был вынужден подрабатывать таксистом. А в 1997 году актер уволился из театра и уехал во Францию. Там он снялся в картине «Челябинск», а немного погодя его пригласили на роль на французском языке и предложили заключить контракт. Фортуна, казалось, повернулась к нему лицом, но увы. Роль отдали другому, и это был для него страшный удар. После этого он уехал в Тюмень к родным, которых регулярно навещал. Но теперь решил остаться навсегда. Там жили его сёстры и отец. Мамы к тому времени уже не было в живых. Его приняли в Тюменский драмтеатр, и он стал репетировать роль Артура в спектакле «Дама с камелиями». Александр всей душой болел за своё дело. Ему казалось, что приобретённый опыт работы в кино и на сцене с таким режиссёром, как Луценко, принесёт пользу Тюменскому театру. Но все его новаторские идеи и предложения по улучшению репертуара не нашли понимания среди руководства и рубились на корнё. А критика воспринималась в штыки. Мало того, в местной прессе в отношении актёра развернулась настоящая травля. Его называли неудачником, который ещё смеет кого-то учить. Это добивало Александра. По рассказам коллег-актера ему было невероятно мучительно. Хотя он старался держаться и не подавать вида. А ведь по натуре был очень ранимым. Близким людям он признался, что устал от недопонимания и ненужности. Тюменский зритель так и не увидел на сцене драмтеатра Александра Оржиловского. 11 ноября 1999 года Александр Михайлович Оржиловский добровольно ушёл из жизни, находясь в гостях у своей семьи. Ему был всего 51 год.